Ададф, Турция, все та же русская ментальность. Халид Кокинч, Ададф.Чон, Турция. 17 февраля 2020 года. Когда посол России в Анкаре Алексей Ерхов назвал геноцид черкесов легендой, на повестке дня вновь возник этот великий геноцид. Напомним те годы и горькую статистику. По данным британского историка Уильяма Эдварда Дэвида Алина, Уильяма Алин, в то время на османских землях поселилось более 600 тысяч черкесов. Американец Джастин Маккарти, Юстин Мчарти, сообщает, что численность изгнанных черкесских общин может составлять порядка 1,2 миллиона, из которых смогли выжить только около 800 тысяч. Количество черкесов, непосредственно убитых русскими, оценивается более чем в 500 тысяч. Из тех, кто остался в живых, 600 тысяч переселились в Турцию с 1856 по 1864 год, а после 1867 года – еще 200 тысяч. Черкесские историки, оценивая численность черкесского населения до 1864 года, сходятся на цифре 2 миллиона. Сцены из легенды для посла Ирхова Вспомним некоторые сцены из легенды для уважаемого Ирхова. В ауле Хафе в районе проживания шапсугов, одной из общностей, принадлежащих к черкесам, военные царской армии воспользовались тем, что мужское население находится на линии фронта и, обрушившись на аул, убили его беззащитных жителей, сожгли их дома и разграбили имущество. Среди жертв было 18 пожилых женщин, 8 детей и 6 пожилых мужчин. К телу одной из убитых женщин была прикреплена надпись со словами «Иди жалуйся английской королеве», к которой вы послали своих представителей за помощью. На теле маленького ребенка виднелась такая надпись. «Лучше ты останешься здесь, чем продашься туркам, вашим заступникам». Тело пожилого мужчины, у которого были выколоты глаза, была приклеена следующая записка «Иди к вашим представителям, в Париже ты сможешь найти хорошего глазного врача». В июне 1864 года они не оставили ни одного черкесского поселения вдоль побережья Черного моря. В 1860-е годы российский действующий офицер Михаил Винюков писал в своих записях «Война шла с неумолимой беспощадной суровостью. Мы продвигались шаг за шагом и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались. Население аулов отвозили в ближайшие российские станицы, оттуда отправляли к берегам Черного моря и далее в Турцию. Непосредственно убитых больше 500 тысяч считается, что по меньшей мере половина изгнанного населения погибло в пути во время проживания в лагерях и на новом месте поселения. А количество черкесов, непосредственно убитых русскими, оценивается более чем в 500 тысяч. Историки Алина и Муратов говорят, черкесы обладали, пожалуй, самой цивилизованной племенной культурой в Азии. Они были истреблены, а их исконные земли, заселены российским населением. Шапсуги воевали с русскими вплоть до перемирия 1863 года. Это было сопротивление во имя защиты своей земли и своей свободы. Согласно переписи населения АРФ 2010 года, численность черкеско-шапсукского сообщества, которое в 1830 году, согласно одному источнику, насчитывало 300 тысяч, а в 1860 году, согласно другому источнику, 600 тысяч, в настоящее время составляет только 3882. Как говорит мой друг Хапиджевдет Елдыс, Апиджевдетельц, российские политические круги действуют по принципу трех обезьян, закрывающих лапами глаза, уши и рот. Царизм, марксизм, демократия. Как бы ни назывался режим, ментальность в России не меняется. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.